Сегодня с защитником своим Виктором Павловичем Григоровым приехали в Октябрьский суд, где оспаривали решение руководителя ОБ-7 по недопуску моего защитника. Виктор Павлович, прокомментируйте, пожалуйста, то, что сегодня происходило в суде. Прокомментирую. С удовольствием прокомментирую. И прокомментирую со всей пролетарской ненавистью. У нас сегодня было удивительное судебное заседание, в котором судья решил грубым образом нарушить принцип состязательности и равноправия сторон в части того, что любая сторона, которая в суд приносит доказательства, обязана и всем участникам дела представить такие доказательства. Сегодня судья сказал, что можете прийти и сами ознакомиться с тем, что предстояла нам полиция, потому что у них мало денег, у них денег нет на бумагу, у них там бюджет ограниченный. И все остальное прочее. То есть, когда сотрудники полиции нарушают, грубо говоря, конституционное право на получение юридической помощи, они не думают о расходах бюджета. Но при этом судья озаботился сегодня, удивительно озаботился состоянием бюджета и расходами административного ответчика, но при этом траты на дополнительные поездки административному ИСУ, на фотографирование дополнительной траты времени, средств, денег административному ИСУ, чтобы ознакомиться с этими материалами, он считает допустимым. Экономит деньги административного ответчика, но при этом за счет денежных средств административного ИСУ. Грубейшее нарушение. Безусловно, на это надо будет реагировать. Каким образом мы с Михаилом Михайловичем этот вопрос обсудим, но судьи должны быть беспристрастны и принцип равноправия и состязательности в судах никто не отменял. Независимо от того, сколько денег в бюджете у моего МВД или у Михаила Михайловича в кармане. Вот я здесь от себя тоже хотел бы сказать, потому что здесь, конечно, суд, по моему мнению, должен был решать проблемы, которые приводят к тому, что подаются такие иски, и не затягивать нанесение этого решения. Ну, по факту мы видим, что все-таки судья заинтересованы в том, чтобы обеспокоиться благосостоянием полиции, а не тем вопросом, по которым мы здесь, в принципе, оказываемся. То есть не решение, нарушение наших гражданских прав, а, как правильно сказать, а занимается соблюдением экономии средств, бюджете, правоохранительных органов. Не думая при этом о том, что гражданские лица, подавая такие иски и приезжая на суды, затрачивают свои финансовые средства и время, что самое главное. К сожалению, да. Такая система есть, и с этой системой надо бороться, потому что все-таки необходимо, чтобы у нас суды были, несмотря на деформацию российского правосудия, необходимо добиваться, чтобы суды были беспристрастны, независимы, а для этого, безусловно, мера реагирования на сегодняшнее поведение судей будет с нами определена, и обязательно на это нарушение, грубейшее нарушение поправления прав, именно административное нарушение принципа связательности, безусловно, это мера реагирования будет. Безусловно, недовольство со стороны судьи будет, но и другим способом болезненно отреагировать на нарушение прав не получается. К сожалению, судьи почему-то не видят таких грубейших нарушений в своих действиях и считают такое допустимо, чтобы Михаил Михайлович за свой счет ходил, делал копии и снял обязанность с административного ответчика нерадивых полицейских, которым нужно почему-то экономить деньги, а Михаилу Михайловичу экономить деньги не надо. Ужас.